В Индексах можно программировать с использованием указателей, когда вы программируете массивы и работаете с массивами структур, например, на языке C или C. Ну, давайте посмотрим хотя бы в чем отличие двух таких стилей на небольшом примере. Вам, кстати, предложена первая лабораторная работа. Она как раз и называется «Программирование массивов с использованием указателей». То есть в ней нужно реализовать тот алгоритм, тот задачу, который вам предложено. Задача вам знакомая, потому что массивами вы работали. Но попытаться это сделать именно с использованием указателей, то есть не инфестрации, а указателей. Обратите на это внимание. Ну, такой пример. На данномасив вещественных чисел, например, нам необходимо найти сумму его элементов. На данномасив вещественных чисел необходимо найти сумму его элементов. Представление вам, я думаю, понятно. Значит, я пишу вразмер программы, то есть я не буду сейчас выключать в библиотеке. Если вы понимаете, что в библиотеке нам присутствует, нам сейчас просто нужно посмотреть на инфестрацию. То есть программу, которую вы писали, вы узнаете. Допустим, массив объявлен типом данных «дабл». Массив из тысячи элементов. Примерно это будет содержать бурьальную длину этого массива. То есть не всегда работая с массивом, мы используем весь тот объем, который мы запросили. Очень часто мы сокращаем этот объем до определенного количества элементов. Переменная, допустим, «с» — это наша сумма, которая будет накапливаться. Конечно, чтобы работать с массивом, нам нужно ввести значения «n» и элементов массива. Я, опять-таки, не расписываю, как это делать. Вы это тоже знаете, как ввести значения «n» и элементов массива. И, собственно говоря, расчет суммы, в чем будет состоять. Значит, до начала расчета суммы «s» необходимо обнулить. Записать цикл, ну, допустим, «i» у нас изменяется от нуля, и меньше «n» и «b». То есть это то, что вы знаете. Я вам еще «i» всегда дополнительно. И сама сумма будет накапливаться у нас переменной. Работает переделом цикла по индексу «i» и изменяется от нуля до «n». Сумма накапливается. Склеенный оператор никого не пугает. Все понимают, да, что это «s» равно «s» плюс «a» и «b». И, в общем-то, выполнение вот такой вот структурки, этого момента, приведет к тому, что после того, как цикл закончится, переменная «s» у нас содержит сумму. Ну, и здесь напишем комментарий, тоже вывод значения «s». Вывод значения «s». Значит, та же самая программа, ну, для этой ее даже большую часть, но если мы работаем с указателем, нам понадобится указатель на массив. Поскольку массив у нас типа «double», то указатель это тоже у нас содержит тип «double». Типа «double». Объявляем указатель. При этом, при этом, если мы работаем с этим массивом, то в этот указатель мы должны сразу же занести адрес нулевого элемента массива. То есть пишем просто «a», указывая имя массива. И это значит, что по имени формируется адрес нулевого элемента массива и заносится, и цилизируется при объявлении указатель сразу адресом нулевого значения массива. Объявляем еще один указатель. Такого же типа, который будет вот так вот у нас проинициализирован. Посмотрите, пожалуйста, как вариант можно так использовать. Значит, мы сюда заносим опять-таки адрес массива «a», увеличенный на количество элементов этого массива. То есть фактически «q» у нас указывает на последний, даже на, как бы считается, указательный элемент, стоящий за пределами уже массива. То есть не на «n» минус первой, вот если у нас «n» элементом, а уже на «n», на «n», да, который к массиву не принадлежит. И тогда, собственно говоря, подсчет суммы, подсчет суммы может быть организован, допустим, вот таким циклом. Цикл «wild». Мы помним, что условие – это условие продолжения цикла. То есть пока указатель «b» меньше, чем указатель «q». Мы посчитываем сумму, прибавляя в эту сумму разогнованный указатель, предыдущий разогнованный указатель. То есть значение массива. И увеличивая указатель на каждом шаге, инкрементируя его на единицу. Инкрементируя его на единицу. После этого цикла, опять-таки, вывод – значение суммы, значение «s». Значение «s». Ну, еще раз давайте этот пример вот на схеме. Может, кто-то что-то еще не доходит. Значит, у нас есть объявлен массив из тысячи элементов. Значит, индексы у этого массива, в принципе, до 999. Правильно? До 999 значения. Если мы работаем с помощью индекса, то «i» у нас пробегает от 0 до «n». «n», как сказали, это реальное количество элементов массива. Ну, пусть их 5. Пусть «n» может идти. Допустим, мы ввели 5, и затем ввели 5 значений этого массива. То есть, реально выделено 1000. У нас там сейчас хранится 5 значений в нашем массиве. Мы хотим подсчитать суммы этих значений. Если мы пользуемся обычным способом, «i» будет пробегать у нас от 0 до «n» строго, значит, единицу меньше, мы находим все значения этих элементов в переменной глине. Если у нас указатель. Мы объявили дополнительно указатель «p» и указатель «q», и указатель переменной «q». «p» мы сразу занесли, а адрес нулевого элемента массива. То есть, адрес, адрес вот этого нулевого элемента массива. «i» мы занесли адрес нулевого плюс 5. То есть, вот этого вот, который стоит за пределами наших значений. То есть, «i» у нас сейчас указывает, содержит адрес элемента, следующего за нашим массивом. Данный цикл позволяет нам просмотреть все значения элементов массива, пока «p» будет меньше «u». «p» на каждом шаге у нас явным образом на единицу будет увеличиваться, и поскольку это адресная арифметика, то каждое следующее значение будет обращаться к следующему элементу массива, к следующему, к следующему, пока не будет нарушен вот этот предел. И на каждом шаге мы с помощью разъемнования указателя будем брать значения, которые записаны в этот массив, и накапливать их в наши элементы. То есть, можно так, можно так, да? Но сразу могу так пояснить это тоже, что многие, в общем-то, программисты достаточно серьезные, они работают с помощью указателя. То есть, если человек принял этот стиль программирования, если ему понятно, что происходит вот именно на уровне памяти, когда он берет указатель, когда он адрес там получает, когда он разъемновывает указатель, то для него, в общем-то, несложно и понимать, что, как этот алгоритм записать. Если как-то для вас все-таки понять метод, ну, где это можно, нужно использовать этот. Но дело в том, что язык СИ, он именно очень связан с указателями. То есть, многие функции, которые стандартные, прописанные в стандартных библиотеках, они именно принимают уже в себя указатель или возвращают указатель. То есть, здесь вы без указателя уже даже этой функцией воспользоваться не сможете. Поэтому знать это, безусловно, нужно. Значит, при работе с массивами мы активно пользуемся указателями. И тем более, что такие понятия, как динамические структуры данных, они вообще без указателей на языке СИСИ плюс плюс жить не могут. То есть, это для них их, в общем-то, основная черта и то, что нам позволяет их создавать. Их создавать. Но еще немножко остановлюсь на такой особенности, как использование модификатора конст. Использование модификатора конст. Вы помните, что кроме типов данных, которые мы обычно используем, и в W-plot и других, у нас есть возможность задать переменную изначально как константу, да, изначально задать ее как константу. Что значит, если мы перед переменной, перед ее объявлением указываем... Что значит, если мы, объявляя переменную, указали, что она, в общем-то, константа по сути своей константа. W-max, например, равно и сто. Что, какие особенности, когда она константа? Что мы можем... Что мы можем... Мы ее значения в программе менять не можем, да, то есть попытка каким-то образом W-max записать что-то другое в программе после такого объявления, она приведет к ошибке. То есть вот захотели вдруг 10, а так нельзя, потому что это ошибка в таком объявлении. Но использовать ее значения в других выражениях возможно, да. То есть мы можем где-то, где нам необходимо объявить, допустим, какую-то переменную R и рассчитать ее значения через нашу константу. Через нашу константу. Это то, к чему мы привыкли. Это то, к чему мы привыкли. То есть фактически константный указатель ссылается на объект, ссылается на объект, который можно читать, но ничего нельзя в него другого записать. Константный указатель ссылается на объект, который можно читать, но нельзя в него ничего записать. То есть если мы при объявлении указателя воспользуемся этим модификатором и объявим указатель константного типа то это будет означать что мы не можем изменять затем значение такого указателя то есть мы не можем в него ничего записывать но читать с помощью него объекты из памяти мы можем то есть если у нас этот указатель используется для работы например с массивом для работы с массивом А и мы фактически берем адрес этого массива то мы можем мы можем ну как бы вот так вот получается мы взяли адрес нашего массива мы взяли адрес этого массива и в принципе нельзя этот указатель каким-то образом изменять то есть мы уже не сможем обратиться никакой другой области памяти не сможем никакой области памяти мы можем обращаться по указателю но мы не можем менять значение переменных против области памяти вот такая вот особенность да то есть в программе указатель может быть инкрементирован инкрементирован потому что мы с помощью него движемся вдоль массива но если мы захотим записать разыменовать значение указателя и занести в него какое-то там значение другое то есть попытаться изменить значение нашего массива вот это нам будет недоступно вот это нам будет недоступно в каких случаях это удобно использовать в каких случаях это удобно использовать ну вот если вы пишете программу которая ну вот такую задачу решает она должна подсчитать сумму элементов массива в ней не заложено что она должна каким-то образом менять то есть ее задача просто брать значения накапливать но не менять их Тогда вот такое объявление указателя приведет к тому, что значение массива нельзя будет испортить никаким образом. То есть, что бы вы ни делали, как бы вы ни считали эту сумму, поменять значение в этом массиве вы заведомо не сможете. Поэтому этим свойством тоже стоит пользоваться и учитывать. Но, конечно, когда вы работаете в команде и пишете, допустим, какую-то часть проекта, всегда нужно согласовывать вот эти вот моменты, каким образом вы отъявляете те или иные переменные. Потому что написана вам функция, будет темно использована. И там, где разумно, вы, конечно, опять-таки для защиты данных можете применять константный указатель, который, еще раз говорю, не позволит испортить значение ваших массивов. Не позволит испортить значение. Указатель можно использовать в качестве имени массива. Еще одна особенность. Указатель можно использовать в качестве имени массива. Указатель можно использовать в качестве имени массива. То есть, если у нас объявлен, допустим, указатель на некоторую область, то вы можете в своей программе писать такие варианты, x равно v3, v3. Фактически, вы обращаетесь вот к этой же области, но v3 будет означать, что вы делаете v плюс 3, то есть как бы значение этого имени массива уже увеличено на 3. И в данном случае, если мы присваиваем значение, которое содержится в этой ячейке, то полная запись вот такая. Мы v увеличиваем на 3, то есть адресуемся третьему уже элементу от начала массива и берем его значение, заносим в переменную x. То есть, указатель можно непосредственно использовать в качестве имени массива и индексировать его, если это у вас работа идёт с массивом. В каких случаях это удобно делать? В каких случаях это удобно делать? Ну, например, если у вас есть часть программы, ну, это, допустим, функция, которая выполняет ту же задачу, она подсчитывает сумму элементов массива. Ну, мы немножко сейчас задвижим вперёд уже функция, хотя это тоже наш материал следующий. Предположим, заголовок функции видит таким образом. Её имя sum, она возвращает значение типа double, то есть вот эту накопленную сумму, она принимает, посмотрите, пожалуйста, по константному указателю double, ссылку, указатель на область с именем A и количество N, количество N. и тогда сама функция может состоять из таких операторов. Double S — это будет переменная для накопления ступны. Значит, посмотрите, пожалуйста. Накапливается значение элементов массива в количестве N и возвращается значение этой суммы. вот тип возвращаемого значения как раз позволяет нам вернуть значение в углы значения. В каком случае удобно использовать такой вариант функции? Если вам надо из вашего массива подсчитать сумму не всего массива, а части его какой-то, или его какого-то фрагмента, или его какого-то, ну скажем так, сегмента, да, этого массива, тогда допустимо такое в программе у вас выражение. Переменная, допустим, S1, примет значение суммы, которая будет рассчитана с помощью вот этой функции, а ей передано значение A плюс 100 и 100. Если массив у нас объявлен, если массив в программе у нас объявлен, ну, большого размера, допустим, 1000, да, 1000, что это будет означать? Это значит, что из всего нашего массива, который у нас объявлен как большой массив от 0 до 99 до 99, мы возьмем адрес начального элемента массива, плюс 100, плюс 100, то есть мы сразу обратимся к элементу массива, который находится фактически на сотом месте, на сотом месте. И таких значений мы возьмем 100, то есть для значений до 200-го, или 1099-го, пока не получится, плюс 100, да, мы посчитаем сумму только вот для этого фрагмента, для этого фрагмента массива, для этого фрагмента массива. То есть по адресу мы можем сразу шагнуть удобно куда-то в середину массива, используя адресную арифметику, выбрать фрагмент и работать с какой-то частью массива. Ну, для примера, да, если вы будете считать, допустим, S2 какую-то сумму, передадите сюда, ну, другие значения, например, A плюс 10 и 5, да, это будет означать, что от начального адреса взять элемент 10, и плюс 5, то есть тот адрес, 10-й, не выбирайте, на B14, надо сосчитать сумму только этих элементов массива. Значит, я бы хотела, чтобы при выполнении лабораторной работы вы различные варианты рассмотрели работы с массивом с помощью указателей. Какой вариант вы выберете – это ваше дело, то есть вы захотите инкрементировать, декрементировать указатели, или вы захотите непосредственно в качестве имени массива использовать указатель и работать с ним, ну, зависит от вашего стиля программирования и от того, как вы это все хотите реализовать. Попытайтесь, так и так. Ну, что еще важно сказать, что указатель, он очень удобен при работе со структурами данных. Структуры, помните, мы с вами, последняя наша, в общем-то, тема и лабораторная была посвящена программированию структур данных. Структура, по своей сути, это область, которая содержит разнотипные поля у нас, разнотипные поля. Но в таком виде, как просто одна структура, она существует редко, как правильно, это у нас массив таких структур, массив таких структур. То есть здесь у нас совмещается два понятия – массив и вот эти разнотипные поля, к которым надо обращаться. В этом плане указатели, они имеют ряд особенностей при работе со структурами данных. Выключите заголовок «Указатели из структуры данных» Указатели из структуры данных. Ну, пример, простейший пример какой-то структуры я сейчас объявлю. Вспоминаем, как структура объявляется. То есть, то, что мы указываем после ключевого имени структ, в данном случае, это просто структурный тип данных, тип данных. Пользователь предлагает свой тип данных, который состоит из нескольких полей. Вот одно поле типа ангола в баланс, и второе имя name из, допустим, 80 элементов. То есть, это какая-то текстовая строка. Текстовая строка. Текстовая строка или имя, или что вы там хотите видеть. Пока у нас объявлен структурный тип данных. Если мы хотим, чтобы у нас была переменная такого типа, мы указываем имя этой переменной. И это означает, что у нас переменная точка будет состоять из двух полей. Одно поле у нас баланс, и второе поле у нас name. Как мы с вами привыкли обращаться к этим полям? Какой вариант доступа? Через точку. Да, мы указываем имя переменной, точка, баланс. И у нас доступ к второму полю. Ну, и аналогично просим name. Доступ ко второму полю. А если мы укажем вот так вот, о, index, то у нас доступ ко второму полю, но к его первому символу, да, или ко второму символу, если с нуля импульсация, да, ко второму символу вот этого поля name. То есть, мы можем проверять какой там символ и осуществлять какой-то поиск. Но в данном случае это не массив структур, это просто однопеременная структурного типа. В программе мы можем объявить указатель на такую структуру. В аналогии с тем, как мы объявляем указатели напеременные, этот указатель должен быть такого типа, как наша структура, да. А тип вкладан он у нас в тип структурный балл. Поэтому указатель такого типа будет давать возможность обращаться к переменной этого же типа. Значит, обратите внимание, что в некоторых компиляторах требуется вот здесь еще указание слова структура. По-моему, вот под боксом как раз этой особенностью отличается. Тогда мы можем делать с помощью этого указателя, ну, те же действия, что и с обычным указателем. Мы можем взять адрес переменной person. Мы можем взять адрес переменной person. Это будет именно адрес вот этой вот переменной. И тогда по указателю мы можем обращаться к полям этой структуры. Вот такая вот петрая запись. Сейчас я на петлю шоу и посмотрю. Значит, операция доступа это вот черточка, ну, минус наш и знак больше, но стрелочка она как-то, да, получается. Сбивается стрелочка. Значит, если мы указали указатель на переменную и поле, то мы сразу получаем по этому указателю доступ, вот к этому полю. И можем в него занести какое-то значение. Можем занести какое-то значение. Либо мы можем это значение каким-то образом занести и по-другому. Смотрите, можно сделать так, разыменование указателя поле баланс. Ну, или то, к чему мы привыкли, это вот через точку, да, в прошлом точку пола баланс и по имени переменной. То есть вот это три аналогичные записи того, как можно работать со структурой. Как можно работать со структурой. А в чем преимущество такого обращения? Ну вот, есть одна особенность, да. Когда мы, допустим, хотим скопировать данные из этой структуры, другую переменную такого же типа. Мы можем через имя переменной обращаться к полю и копировать соответствующее данное, записывать в другую структуру. Через имя обращаться к другому полю и записывать в другую структуру. Если полей 10, вы в каждом поле будете обращаться и записывать, да. А вот указатель, он позволяет сразу воспользоваться обращением переменной, и полностью всю структуру скопировать в другую структуру, да. То есть вот в этом его преимущество. Когда нам необходимо, допустим, сортировка массива структур такого типа по одному какому-то полю, мы проводим по этому полю сравнение, а потом, если нам нужно поменять листами значения структур, то мы должны перетащить полностью содержимое всей структуры в другое место. Вот чтобы не писать множественно, много раз обращение к каждому полю и его копирование, можно через указатель обратиться сразу с самой переменной и полностью скопировать ее в структуру, но такого же типа, такого же типа. То есть вторая структура тоже должна быть объявлена типом ВАЛ. Такого же типа. Ну и, конечно, широко мы используем указатели. В том случае, если у нас не просто структура, а массив структур. Так, вот здесь понятно все, потому что это уже как бы новая материала, но если что-то спрашивать. Давайте рассмотрим пример. Пример работы, в общем-то, с помощью вот такого доступа через указатель к массиву и структур. Мы уже запишем программу полностью. Можете на ней дома потренироваться. Так, библиотека нужна. Нужно объявить размеры нашего массива. Мы, пожалуйста, 4 линейта берем большой и облетаем структурный тип от, который состоит из таких полей. Шорт номер. Это логический номер, как думаной в списке. И чар, нейм, это будет фамилия, да? Фамилия и порядковый номер. Значит, такого типа мы объявим переменную массив. Переменная дата размера макс. Она фактически у нас массив. Ну и чтобы не заполнять долго, я сразу использую инициализацию. Давайте вспомним, как инициализировать такую структуру. Ну, допустим, здесь у нас фамилии. Вот английские будут фамилии. Мистер Смит, Джон Санна, селился. Объявим указатель на такую структуру. Значит, ключевой фолострукт. Тип указателя. ПАК. ПАК. Вот это четко себе понимаете. Где у нас тип, где у нас переменная. И сам указатель ПТФ ПАК. Ну, еще переменная. Аккаунт, счетчик, дополнительно. И, собственно говоря, имейт. Вот еще особенность. Какие вот эти все переменные? Вот если я их так объявила, а только сейчас мейт начала. Глобальные. Они глобальные, да. То есть по своей видимости, по своему размещению они у нас глобальные. Они у нас глобальные в любой точке программы, допустимые и облидают все пределами функции мейт. Сама функция мейт состоит из следующих операторов. ПОТЕЛЬ ПАК. Пожалуйста, я хотела, чтобы вы понимали смысл каждого из этих операторов. Что это мы сделали? Получили адрес, адрес, ну, скажем так, первого элемента структуры. Вот в нашем массиве структур. В нашем массиве структур. Потому что сейчас у нас переменная дата, да, дата, состоит из двух полей. И мы ее объявили как массив. То есть таких у нас переменных четыре, которые имеют точно такую же структуру. Точно такую же структуру. То есть дата, по своей сути, это массив. Если мы указали имя массива без всякого индекса, нам сформировался адрес вот этой вот первой переменной. Первой переменной этого массива. Так, мы, собственно говоря, наше действие, что мы хотим сделать, это вывести на экран те значения, которые мы занесли в эту структуру. Поэтому используем массив, цикл счетный, то есть переменный каунт, изменяется от нуля, ну, максимум, с инкрементированием на каждом шаге. И цикл этот будет содержать у нас следующую информацию. Во-первых, адрес. Адрес. Во-вторых, у нас нам в поле шорт, это процент D. И имя у нас, это строка, процент S. И наклонная R. И шаблон закончили. По этому шаблону мы будем говорить ПТР, ПАР. ПТР, ПАР. Стрелочка НАБР. И ПТР, ПАР. Стрелочка НАБР. НАБР. То есть, смотрите, какие перемены. ПТР, ПАРТ, это, по своей сути, указатель. Указатель, да? Язык СИ обладает той особенностью, что он позволяет вывести значение указателя. То есть, вы увидите просто число большое. Возможно, оно, вот, шаблон процент P, это именно для указателей, да? Оно может быть записано, как некоторое большое шестнадцатиричное число. То есть, оно может быть выведено еще в каком-то таком фарфате. Но следующие два поля, они содержат непосредственно данный намбернейм, 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 намбернейм. Нам бы хотелось вывести из всего массива. Поэтому, кроме вывода вот этого, мы еще должны наш указатель на каждом шаге изменять. Если мы его изменим, то мы четыре раза выведем одну и ту же строчку, которая будет соответствовать первой нашей структуре, данным из первой нашей структуры. Обязательно в этом цикле должен изменяться указатель. То есть, если мы его инвентируем на каждом шаге, то при следующем входе в цикл, каунт тут имеет значение только такое, что он позволит нам этот цикл выполнить четыре раза. Посмотрите, нигде внутри каунт не меняется, ничего мы с ним не делаем. Он нигде не используется. Внутри мы работаем непосредственно с указателем. Так, закрываем этот цикл. Еще минуту. Значит, тогда на экране вы должны увидеть что-то типа того, что адрес, адрес там, который большой. Какие-то значения. Один в СМИ. Опять-таки адрес. И так далее. А вот скажите, пожалуйста, вот эти адреса между собой, на какую величину они будут отличаться? Значения этих числов. Насколько они будут отличаться друг от друга? На размер структуры, на размер переменной структурного типа. То есть, отличие здесь уже идет не на тип ким-то, или не на тип там, чар или дабл, а на тип того объекта, которым этот указатель адресуется. Объектом в данном случае выступает структура. То есть, увеличиваться это значение будет на размер нашей структуры. Ну, если шорт-намбер, допустим, я не знаю, 2 байта, а здесь у нас сколько байт? 10. 10 байт, потому что чар это 1, но их же 10, да? То наша структура, по идее, дает нам в сумме 12 байт. То есть, разница между этим указателем и этим, если мы их вычтем, она будет равна как раз размеру нашей структуры. А следующий, вот здесь у меня как раз 0,4 и на конце здесь 16, да? А следующий тогда должен иметь какое значение? То есть, что такое? 17. А, нет, не знаю. Мы можем считать, то есть, 16 плюс 12. То есть, мы видим, что указатели используются широко. В некоторых случаях указатели удобно использовать. Они позволяют более гибко работать с теми данными, которые в памяти у вас расположены. Особенно, если это массивы, массивы структур, то есть данные, которые занимают непрерывный участок памяти и, соответственно, двигаться от элемента к элементу, в которых можно, инкрементируя и увеличивая на който значение эти указатели. Вопросы, пожалуйста, ко мне. Значит, еще раз говорю. Первая лабораторная. Вот, собственно говоря, работа с массивами с указателями. Попытайтесь, не постарайтесь ее сделать, сделать красивый алгоритм, чтобы там были у вас указатели. Если вы сделаете какие-то два варианта работы, то это еще лучше. И так, и так пока. Все. Продолжение следует...